Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется лекция по дисциплине логистика. Тема сегодняшнего занятия – это сущности понятия логистики. Вопросы, которые мы будем с вами рассматривать, это история развития логистики, сущность и необходимость логистики, взаимосвязь логистики и маркетинга. Понятие логистика образовалось от греческого – логистики, умения рассуждать и вычислять. Логистика – это форма оптимизации рыночных связей между поставщиками и потребителями продукции, управления материальными, информационными, сервисными и финансовыми потоками. В 1974 году состоялся первый конгресс по вопросу материальных потоков. Было дано определение – логистика – это научное учение о системном планировании, управлении и контроле материальных энергетических информационных потоков. Профессор Гамбургского университета Павелев говорит, что в период Римской империи существовали служители, логисты, которые занимались распределением продуктов питания. В Древней Греции также были логисты. В первом тысячелетии н.э. с логистикой связывают военные походы. Логистика включала перевозки, планирование, управление, снабжение, определение мест дислокации войск, строительство мостов, дорог. Согласно французскому военному специалисту начала XIX века Джо Мини, логистика – это практическое искусство маневра войсками. Она включает не только перевозки, но и планирование, управление и снабжение, определение места дислокации войск и т.д. Первые попытки в направлении логистики были сделаны Лейбницем, позже идеи были подхвачены Плотке и Ламбертом. Одним из важных факторов, способствующих развитию логистического мышления, было применение в бизнесе вычислительной техники и информационных технологий. Научно-технический прогресс в экономике развитых капиталистических стран привел к необходимости решения много альтернативных и оптимизационных задач, таких как, например, выбор вида транспорта, оптимизация размещения производства и складов, оптимальная маршрутизация, прогнозирование спроса. Эти задачи не могли остаться без внимания развивающихся компьютерных технологий, которые начали активно внедряться в бизнес в середине 50-х годов, и компьютер стал неотъемлемой частью каждой фирмы. В конце 60-х годов была сформулирована концепция бизнес-логистики – это менеджмент всех видов деятельности, которые способствуют движению и координации спроса и предложения на товары в определенном месте и заданное время. Продвижению логистической концепции в бизнесе способствовал и быстро развивающийся рынок электронных коммуникаций, а именно сети передачи данных, фоксимильные связи, электронной почты, телеконференции и т.д. Определяющую роль в становлении и утверждении концепции логистики сыграла возможность постоянного контроля за материальными потоками в реальном масштабе времени, в режимах удаленного доступа через информационные сети. Развитие интеграции мировой экономики и глобализации бизнеса способствовали созданию международных логистических систем. Крупные западные фирмы стремились развивать глобальные стратегии, то есть производить продукцию для мирового рынка и в тех местах, где можно было найти наиболее дешевое сырье, компоненты, трудовые ресурсы. С начала 90-х годов стали активно разрабатываться и внедряться международные программы и проекты, в которых логистики отводилась ведущая роль. В настоящее время логистика является одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе для многих организаций бизнеса. Объектом изучения логистики является материальный и соответствующий им финансово-информационные потоки, хозяйственно-экономической и иной деятельности, воспроизводстве и обращении. Главной задачей логистики считается достижение с наименьшими затратами, высокой приспособленности организации бизнеса к изменяющейся рыночной обстановке, повышение на рынке своей доли и получение преимуществ перед конкурентами. Одной из главных задач является создание интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных информационных потоков, обеспечивающих высокое качество поставки продукции. Согласно всем перечисленным видам деятельности, по управлению материальными потоками составляет содержание логистики. Это наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемые в процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутри заводской переработки сырья, доведения до потребителя, а также передачи и хранения, обработки соответствующей информации. Как хозяйственная деятельность логистика представлена в следующем определении. Логистика – это процесс управления движением и хранением сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщикам до момента получения денег за доставку готовой продукции потребителям. Также логистика – это комплексное направление в науке, охватывающее проблему управления материальным и информационным потоком в их взаимодействии. А также логистика – это процесс планирования и реализации контроля затрат, перемещением и хранением материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также связанной с ними информацией о поставке товаров от места производства до момента потребления в соответствии с требованиями клиентов. При правильном использовании логистики и маркетинга, при реализации продукции возможно достичь качественного и своевременного удовлетворения спроса конечного потребителя. Тесное сотрудничество логистики и маркетинга в бизнесе продиктовано самой основой существования этих направлений. Более того, современное развитие бизнеса меняет приоритеты взаимодействия логистики и маркетинга, а также меняется традиционный подход к деятельности маркетинга на предприятии. Маркетинг представляет собой систему экономической деятельности, позволяющую максимально ориентировать производство на требования и возможности рынка в целях эффективности предприятия. В середине XX века ориентация производства на выпуск нужного на рынке товара и применение маркетинговых методов изучения спроса воздействия на спрос оказались решающими факторами повышения конкурентоспособности. Одной из главных составляющих маркетинга является концепция распределения и товародвижения. Именно эта область, она связана с логистикой. Традиционно основными областями взаимодействия является установление цены на реализуемый товар. Цена образования является одной из важнейших функций логистики и маркетинга. При этом маркетинг определяет цену с учетом себестоимости, конкурентной среды, планируемого уровня прибыли и затрат, связанных с доведением готовой продукции до потребителя. Оформление продукции, дизайн, упаковка – главная задача маркетинга, оформление товара и его индивидуальной упаковки. При этом логистика определяет конкретные требования к ограничению, к типу и размеру упаковки, исходя из стандартизации и унификации транспортного средства. Прогноз объемов и продаж данной проблемой традиционно занимается маркетинг, так как соответствующие прогнозы являются основой решения многих задач стратегических. Выход на новые рынки, повышение объемов продаж на существующих рынках, от точности данных прогнозов во многом зависят решения логистических задач, которые связаны с реорганизацией, распределением системы, формированием складской системы, управлением запасов и их концентрацией в системе распределения. Создание распределительных систем. Основными задачами маркетинга является выбор выгодной распределительной системы и ее применение каждому региону сбыта. Логистика организует движение товаров клиентам через всю систему распределения. Проектирование складской системы в системе распределения. Практически данная задача сводится к формированию складской сети для концентрации товарных запасов. Маркетинг должен составлять прогнозы на распределение готовой продукции для каждого региона сбыта и каждой товарной группы. А логистика занимается разработкой стратегии складирования, определением оптимального количества складов и разработкой системы снабжения складов. Формирование политики обслуживания клиентов. Эта задача является основной в маркетинге. Она не может быть решена без анализа возможностей предприятия по оказанию услуг и размеров логистических затрат по их оказанию. Управление заказами клиентов. Маркетинг занимается начальным этапом данной процедуры. Логистика связана с процессами, с подготовкой заказов и доставкой продукции покупателям. Занятие закончено. Спасибо за внимание. Продолжение следует...